Друзья, добрый день! С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломитцев. Пастор Алексей, есть ли какая-то формула, как должны приветствоваться и прощаться христиане? Такая формула нигде не предписана, но мы видим, что она была у апостолов, она была у людей, у христиан того времени, когда писался Новый Завет. И, скорее всего, она есть в каждой конкретной культуре. То есть, приветствие – это очень важный элемент взаимоотношений людей, и мы о нем сейчас поговорим. И поэтому оно находит какие-то практические формы выражения, и к ним привыкают, и им пользуются, ими пользуются чаще всего, и поэтому воспринимают как нормальный сигнал со стороны друг друга. Но, как я уже сказал, здесь более важно посмотреть на сущность этого принципа. В действительности, Писание говорит о том, что верующие люди должны приветствовать друг друга. Писание подчеркивает даже в нескольких местах, как во втором послании к Тимофею, написано о том, что мы были приветливы ко всем. Рабу Божьему нужно быть, должно быть приветливым ко всем. Что это значит? Приветливость, она выражает состояние души по отношению к конкретному человеку. То есть, когда мы соприкасаемся с людьми, мы имеем определенную динамику отношений, мы всегда измеряем человека, с которым мы соприкасаемся, психологически измеряем. Для нас важно знать, друг он или враг. Он за нас, или он безразличен, или он агрессивен, или же в его отношении к нам есть какая-то критика, есть подозрительность. То есть, здесь целый спектр чувств, которые мы измеряем, не сознавая это. Но мы всегда посылаем сигнал, вот, как радиолокатор, и воспринимаем назад. Мы всегда ощущаем, что же это, что же этот человек несет в себе. Мы зависим от людей в огромной степени. Другое дело, правильно это или неправильно. Но сегодня мы говорим о том, что приветствие, оно позволяет послать человеку сигнал своего доброго расположения к нему. Мы читаем в послании Кремлина, после того, как апостол Павел в первых 11 главах представляет Евангелие, очень обоснованно, глубоко, понятно, после этого он начинает говорить о практических выводах, о том, что следует из Евангелия. То есть, когда человек пережил спасающие действия Евангелия Иисуса Христа, в нем происходят определенные изменения, которые влияют на изменение его отношения к людям и с людьми. В частности, в 10 стихе, или мы начнем с 9 стиха этой 12 главы, написано следующее. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Дальше сказано «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот эта фраза с нежностью, она говорит об определенном выражении любви. То есть, любовь – это не просто забота о благе другого человека, но это забота, которая обличена в определенную мягкость, в определенную теплоту души. Здесь даже сказано «в почтительности друг друга предупреждайте». То есть, когда мы считаем других, людей, которые вокруг нас, выше себя, и мы с почтением относимся к ним. Таким образом, братолюбие, которое выражается с нежностью, оно и предполагает определенную форму нашего приветствия. То есть, в приветствии, в какой бы формуле оно ни было выражено, должно быть проявлено наше доброе расположение к человеку, которых мы приветствуем. К великому сожалению, сегодня проблема приветствия связана не столько с формулой, сколько с отсутствием приветствия, с безразличием, с тем, что люди часто не замечают друг друга, с тем, что они часто не задаются целью проявить доброе расположение к тем, кто их окружает. Но если мы поговорим немножечко о формулах, то мы можем найти целый ряд самых разных выражений. Например, у евреев самым распространенным приветствием было слово «шалом», которое переводится как «мир», как «полноценное, глубокое благополучие». И когда люди встречались друг с другом, они желали друг другу вот этого «шалом», вот этого полноценного Божьего мира в сердце, в жизни, во взаимоотношениях и так далее. В контексте русских, русскоязычных людей есть распространенное приветствие «здравствуйте», которое представляет выражение пожелания здоровья другому. Если мы посмотрим на апостольские приветствия, то они чаще всего связаны с пожеланием благодати и мира. Когда они обращаются к людям, они ждут, они просят о том, чтобы Господь проявил и злил действие своей благодати на сердца этих людей, и чтобы результатом этой благодати был глубокий мир в сердцах. Вот первая глава послания к римлянам, мы читаем седьмой стих. «Всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир, и дальше сказано, от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». На мой взгляд, это очень глубокое, очень оправданное приветствие. Ну, конечно же, если оно произносится от сердца, если оно по-настоящему выражает желание человека по отношению к ближнему, понимающего того, что именно Бог своей благодатью может сделать жизнь этого ближнего, этого человека, с кем мы имеем дело, полноценной, радостной и счастливой. Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия на нашем сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.at.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok